Друзья, всем привет на моем канале, авторские мастер-классы Аши. Сегодня предложу вам вот такой вот замечательный структурный узор с 3D эффектом. Ряды провязываются в шахматном порядке, поэтому назовем переплетение шахматы. Используется эффект длинных петель. Раппорт составит 6 петель и 8 рядов по высоте пряжи в образце Comtex акварель. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, друзья, давайте начнем. Первый ряд раппорта. Кромочная петля. Сначала провязываю 3 изнаночные, 2, 3, а затем 3 лицевые с дополнительным накидом внутри для того, чтобы в следующем ряду сформировать длинную петлю. Все петли должны получаться ровные, не скрещенные. Теперь будет второй ряд. Начнем с кромочной. Далее раскручиваю накиды и перекидываю 3 петли на правую спицу, не провязывая, не держу перед работой. А затем 3 лицевые петли. Еще раз повторю. Раскручиваю накиды в следующих 3 петлях по ходу вязания, не держу перед работой. А далее 3 лицевые петли. Третий ряд. Теперь кромочная петля. Начну с 3 изнаночных петель. И следующие 3, которые мы перекидывали в предыдущем ряду, также перекидываю, не провязываю, не держу, за работой. Еще раз повторю. 3 изнаночные петли. Они идут по узору. Следующую тройку перекидываю, не провязываю, нить за работой. Четвертый ряд. Кромочная. Те петли, которые мы перекидывали, теперь провязываем изнаночными. Следим за тем, чтобы они не получились перекрученные. То есть петли должны быть прямые. А затем 3 лицевые петли. Четвертый ряд. Один из самых простых. 3 изнаночные и 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Теперь вторая часть рапорта. Также 4 ряда. Всего в рапорте узора 8 рядов. Она будет похожа на предыдущую четверку, но мы поменяем наши тройки в шахматном порядке. Теперь кромочная петля. И я начинаю с 3 лицевых петель с дополнительным накидом внутри, который мы в дальнейшем будем раскручивать и перекидывать, не провязывая. А далее 3 изнаночные. Это был, кстати, пятый ряд. Теперь переходим к шестому. Кромочная петля. 3 лицевые. А далее 3 петли перекидываю, не провязываю. Нить перед работой. У нас останутся седьмые и восьмые ряды. Я надеюсь, что принцип вязания уже понятен и вы сможете провязать их самостоятельно. А я, в свою очередь, конечно же, рекомендую сохранить ролик в копилке вашей. И желаю вам всего самого наилучшего. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok